И снова здрасте! Самая честная программа о звёздах продолжает проверять все слухи и развенчивать мифы. Прямо сейчас вы узнаете, почему певица Нюша едва не лишилась квартиры. Нюша заложила квартиру ради сольной карьеры. Когда певица Нюша только появилась в шоу-бизнесе, журналисты подумали, что она очередная поющая бензоколонка. Но оказалось, папа-олигарха у певицы нет. Всё гораздо драматичнее. Ради успеха Нюши её родители заложили квартиру. Мы закладывали квартиру. Эту историю своей жизни Нюша скрывала от журналистов и лишь проверке слухов доверила страшную тайну. Если бы мы не слушали Нюшина «Чудо», певица бы уже вообще давно бомжевала. Долгое время говорили, что твоя карьера началась потому, что родители продали квартиру. Мать ради карьеры дочери распродала весь рогатый скот. Пой давай! Вот насколько это правдивая история. Ну, на самом деле, отчасти, действительно, у нас была тяжёлая ситуация. Но, как бы, это очень лично. Когда-нибудь я об этом расскажу. В смысле, книгу напишешь или кино? Учти, миллионера Струщев уже получил восьмёскеров. Так что тебе только нику дадут. У нас были ситуации, когда нужно было вкладываться. Потому что деньги, они нужны на начальном этапе всегда артистам. Но, как бы, не те суммы, которые привыкли слышать. То есть, там, миллионы долларов, там, какие-то бешеные суммы. Ходят слухи, что родители Нюши поначалу серьёзно переживали за успех этого предприятия. Выручив за квартиру около 300 тысяч долларов, семья рисковала остаться на улице. Кто знает, как сложилась бы карьера Шурочкиной. У нас не Запад, соответственно, немножко всё по-другому. Но Нюшин отец сделал ставку на дочь. Ну, в конце концов, в электричках можно не только спать, а ещё и денежку зарабатывать. Нужен только баян и жалостная песня. Дорогие москвичи и гости столицы, помогите русским беженцам из солнечного Таджикистана добраться до своей исторической родины. Это не была какая-то лишняя квартира. Так, это уже всё, это уже допрос пошёл. Это не допрос. Это проявление уважения. Допрос. Всё. Ну, надеемся, сейчас ты долг уже отдала, и квартирный вопрос над тобой не висит. Потому что, если что, мы тебя приютим. Но только не навсегда. Говорят, ты на луну воешь, и в санузле после тебя всё время чудо станет. И ты всё отдала уже, то есть нет этой проблемы? Слушайте, ну, это уже очень лично. Лично, лично. Я тебя очень люблю, на самом деле. Я тебе желаю всего самого лучшего. Спасибо. Чтобы у тебя было 100 квартир. Будем работать, будем зарабатывать. Давай, давай. Вы теперь женщины такие эмансипированные все стали. Прям прелесть. Нормально, на жизнь хватает.